сегодня 15 сентября 2020 года и мы продолжаем свой поход по жемчужной плазе слушай а мы хотели подожди в золото бриллианты снежную королеву потом давай золото иконика 16000 15 хорошо сразу показывают 13 сумочка 16 туфельки ремешок три с половиной рюкзачок 15 поэтому сумочка 13 и мы поняли что это не наш ценовой сегмент вкусно нежненько пахнет как в дьюти-фри в аэропорту не работали цены не написаны что здесь шампура часы вот саши у меня любятся часы мы потеряли этот магазин а может его уже закрыли почему и очередь-то стояла распродажа может было еще раз продали оно было возле эскалатора по моему за последний день 20 процентов скидки подробности у визажистов а пошли посмотрим эту белую куртку пуховик почем love republic мы здесь раньше были до в тот раз заходили мне кажется тут цену нас не сильно устроили да 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 сумочку я помню выходили мы поняли что это не наша цена но вот эта коротенькая 8 красивая да но она как от сильно клеенчатая аж сильно мне кажется не отдыхал ну и лично я поточную воду больше по бокам эти клёпочки да сколько стоит тысячи без одного рубля ладно наташ вроде бы тут да опять зыринг и лаппинг ничего не купим 3000 всего юбка ну ты будешь надо все остальное на мою сумочку ну-ка лаппинг за 2000 нет там за 13 я видела краши ну-ка значит подойдут чуть не подойдет ой а смотри тоже такая же курточка только черные уже вставки и с серебром ну это пуховички ну они маленькие такие совсем маленькие и коротенькие главное обидно хотя симпатичные такие вот мы красотки прямо что не на есть да и курточку у тебя ничего и народ не разбегается как в тот раз вот он санлайт санлайт там очередь пошли ты будешь стоять в очереди да прикольно ну давай а ты а куда мне деваться то ну интересно почему всегда очередь сюда потому что они не пускают что ли больше двух человек его даже жутко хочется прямо хочется нас не пускают посмотреть золото которое нам никогда и не надо было а мы хотим наш вид достоин золота или тоже разбегутся ну меньше народу больше кислородов да там написано в магазине может находиться не больше десяти человек и цена за грамм золота 2650 рублей вот и за нами уже очередь ну да я только хотела бы тебе предложить уйти ну да а теперь уже как за молоком ну да былые времена Наталья а что у меня за шарфик стопроцентный шов какая фирма ББ Бригитта какая-то Бьон ну 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 короче хороший богатый шахф made in India 100% шов так ну и что 9 990 в делах в делах с деньгами с деньгами только если ты там поработаешь вложишь свои силы то топазы они просто скандочка да приносят удачу да тогда нам надо будет вот такой вот браслет с голубыми топазами очень красивые 11 990 я подумала может эти пусеты эстопазами украшение серебра цены нет уже много чего симпатичного но почему-то очень жарко да очень жарко это наверное для сотрудников я наверное курточку сейчас сниму с твоего пополения и серебро симпатичное ну правда вот мы там посмотрели сережечки они даже грамма нет пять с чем-то тысяч да вот золотые ну вот же написано грамм 2 650 ну ну скипка уже идёт знаете ну мне с изумрудиками понравились там шесть тысяч маленькие такие симпатичные с разными камушками да выбор есть хороший магазинчик куда пойдём поедим или как а так можно было сразу есть в торговом центре пошли поедим а то голова болит понимаешь она как бы перестанет болеть если поесть я так думаю я тоже на это надеюсь давай а что там они руки моют а это наверное маникюр маникюр делают как скажешь а на каком этаже кушают на третьем если открыли фудкорты обещали открыть фудкорты и кинотеатры буду мамой мы даже в этом магазине не нашли себе джинсов пытались пытались алмазная живопись картины по номерам частный детский сад приглашаем детей с полутора до двух лет так ну что же открылся фаерворк вот 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 как пусто стало раньше вот тут все столы были столько сегодня еще это рабочий а а ты что нибудь будешь а я без тебя разобраться не могу а чего а наверное гороховый сут хочу ага и а сколько она стоит так если не в обеде не в комплексном у них тут я не вижу комплексных обедов а вот есть обеды вот домашний экономный спорт обед и разнообразный можно я правда там побрызгала с санитайзером какое-то хорошее место выбрала вот самое вот самое в общем я взяла два комплексных обеда вот получилось так вот в перемешку посмотри у тебя значит пельмешки суп с копченостями гороховый у меня грибной суп и с капустой блин и квас я взяла а квас да значит сахар тебе не нужен сахар не нужен а наталья чай это черный с мятой я но только что-то ты черный туда не добавила забыл дома добавлю дома выпью вот все вышло на 500 рублей ага 494 приятного аппетита да панорама обалденный подходил специально супер а к тебе вкусненько очень вкусно пельмени я даже не ожидал что такие вкусные будут такие сочные и мясо вкусное ой слушай даже голову попустила немножко твою попустила в общем во всем виноват голод вот вчера не наелась на ночь съела часа в четыре суп свой тыквенный а ты знаешь мы с мамой на прошлой неделе я вот где-то то ли в четверг ночью не спалось включила телевизором а там пара интервью говорили что сейчас а сейчас в хлеб в муку добавляют перемолотое перо зачем что с этого пера какой толк оно как-то пушит поднимает а сода не пушит сода же дешевле зачем молотить перо я так была ошеломлена на следующий день маме все рассказываю мам может просто может показывать что ли нечего такое я говорю ну ну хорошо перемолотые желуди это я еще понимаю а волосы и перо птичья куриная вот мама говорит да нет если бы они клеветали на них бы сразу все эти производители муки и хлеба набросились за клевету и мама вчера или позавчера тоже смотрит уже по каналу НТВ что ли точно такую же передачу ну я не знаю Наташа что-то я так расстроилась ну вот внезапно мука стала плохой помнишь мама сколько лет десять делала хлеба а несколько лет назад перестала говорит вообще что-то совсем испортилась мука да вот а хорошее качественное качественное зерно все на экспорт у нас мало того что самая низкая самый низкий сорт самого низкого качества оставляют в России так еще молотая перо и волосы добавляют я прямо ты знаешь обалдела честно говоря ну да нет предела цинизма если это правда может просто может быть наговаривают я думала может какой 1 апреля хотя сентябрь странно может пытаются каких-нибудь конкурентов затопить вот не знаю потому что ну я еще понимаю перо но где волос то набраться столько парикмахерской и я и кстати маме сперва сказала про перо думаю ну волосы а она посмотрела тоже эту перед но нет передачи а другую то по другому каналу и там уже сказали про волосы и показали я говорю мама а я боялась тебе сказать думаю может я спросу у меня еще что не поняла ночью же все-таки я точно обзванаю показывали ну в общем что-то я так обалдела мне наверное хлеб не ел ну да вот пельмени сейчас вот первый раз покушала тесто я имею ввиду а так что булки не ешь да это передачи кушала ну сейчас что-то уже даже даже не знаю похудеть хочется во вторых у меня аж на перо аллергия а вот и не знаешь да вот съешь булку и отечешь отек венки ну самая популярная я смотрю макдональдс да ну да макдональдс и теремок и теремок да ну вот у кейси а в теремке да вот там вот шаверма и фалафель ну почти нет народу практически нет ротана саши бы заказал себе фалафель я думаю он любит фалафель а вот шарики вон посмотри вот в середине нарисованы такие шарики из нутовой муки и вернее из нута так а здесь суши роллы лапша рис с курицей лапаста 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 тебя не впечатляет обеды с двенадцати до шестнадцати а сколько время домашняя паста ресторан итальянской сколько шестнадцать все поздно нам обедать а если бы сказали заходите просто так за бесплатно ты бы чем-нибудь пообедала в итальянской кухне была бы голодная пообедала сейчас вот сейчас нет только на вынос так куда же идти я вот хаос не знаю давай попробуем сумочки не знаю если там есть люди то сумки нормального ценового сегмента а если нет людей то плохо то плохо такое